Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 16 декабря. 24 января 1931 года в Москве при главе искусстве наркомпроса РСФСР был создан цыганский театр-студия Инда Ромаэн. У его истоков стояли Луначарский, Андреева, Германа, Лебедев, Ром Лебедев, Гальдблад, почетным членом организационной группы Балмейерхольд. В апреле 1931 года состоялся первый публичный спектакль театра-студии. А 16 декабря 1931 года Роман стал профессиональным театром. Первые спектакли театра были посвящены цыганам и пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни. Позже появились постановки по произведениям русской и зарубежной литературы. В театре ставились Кармен Мирими, Цыган и Пушкина. С 1940 года спектакли в театре идут на русском языке, что расширило его связи со зрителями. В 1937-1941 годах труппу возглавлял актер МХАТ народный артист СССР М.Иншин. Он поставил спектакли «Кровавая свадьба», «Чудесная башмачница» Лорки, Макарча Драгорькова и другие. С 1958 по 1977 годы были поставлены спектакли «Цыганка» Аза Старицкого, «Горячая кровь» Хрусталева, «Грушинка» Штока, «Мы», «Цыгане» Ром Лебедева и Сличенко. Сегодня молодые актеры театра Ромэн имеют и общее, и профессиональное образование, многие закончили ГИТИС. В октябре 1978 года на базе Московского музыкального училища Ганнесиных была создана специальная студия. В 1981 году театр был награжден Орденом Дружбы Народов, с 1977 года главным режиссером театра, а с 1991 года художественным руководителем стал народный артист СССР, лауреат Государственной премии Николай Сличенко. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.